Здравствуйте, мои дорогие любители видеоигр. Уютный воскресный вечер, значит самое время зарядиться позитивом перед грядущей трудовой неделей и получить порцию информации из мира игр. А рассказать нам есть о чем. Тут и непомерный аппетит разработчиков СТАЛКЕР 2, и успехи Хогвартс Легаси, и масса интригующих подробностей о сиквеле Стар Ворс Джедай. Но, конечно, напомню, что ваша поддержка лайком, подпиской и колокольчиком бесценна. Конечно, присоединяйтесь к нам в соцсетях, ссылки на которые вы найдете в описании и первом комментарии под видео. Ну а теперь самое время устроиться поудобнее и похрустеть яблочком под свежий выпуск новостей. Эпик объявила, что в связи с GDC 2023 они проведут новый показ State of Unreal. Компания обещает обновленную информацию о новейших технологиях Unreal Engine 5 и обзор новых проектов, некоторые из которых, вероятно, будут созданы их талантливыми партнерами. Цитата. Когда компания Epic Games выйдет на сцену вместе с нашими талантливыми партнерами? Мы посмотрим на некоторые новые проекты, погрузимся в новейшие технологии Epic и немного повеселимся по пути. Не можете приехать лично? Смотрите прямую трансляцию на YouTube или Twitch. Прошлогодняя State of Unreal была довольно содержательной. Epic углубилась в технологию, лежащую в основе The Matrix Awakens. Показала демо Lyra and the City, сообщила, что CD Projekt Red переходит на Unreal Engine 5 для своих будущих игр. И приняла у себя Crystal Dynamics, которая анонсировала новую игру Tomb Raider на Unreal Engine 5. В прошлом 4A Games весьма прозрачно заявляла о том, что новая игра Metro скоро выйдет. А источники надежного инсайдера Тома Хендерсон утверждают, что игра уже полностью готова. Такие подробности позволяют предположить, что игра может быть представлена в конце этого года, а ориентировочный срок выхода – 2024. В 2020 году 4A Games объявила на своем сайте «Не секрет, что мы уже начали работу над следующей игрой Metro. Используя все, чему мы научились за последние 15 лет, мы поставили перед собой еще более высокие цели». Следующая игра создается для консолей девятого поколения ПК с полной переработкой нашего движка, чтобы воспользоваться преимуществами новой мощности, хранения данных и аппаратной поддержки трассировки лучей, доступной на новых консолях. Подробностей о том, что представляет собой игра, пока мало, но было сказано, что игра начнется во сне, после чего вы очнетесь на своей оперативной базе. Геймплей будет следовать классической формуле Metro – стелс, ремесло, добыча ресурсов и многое другое. В 2020 году разработчик также заявил, что команда стремится создать великолепный, сюжетно-ориентированный однопользовательский опыт. Именно на этом основана серия Metro. Как студия, мы хотим постоянно подталкивать себя к созданию больших и лучших игр, но мы также прислушиваемся к тому, что говорят фанаты и знаем, что важно для вас. Мы серьезно относимся к нашей ответственности перед франшизой, и мы думаем, что вы будете в восторге от наших планов на следующую главу. После длительного ожидания разработчики Diablo 4 объявили о том, что открытое бета-тестирование состоится в следующем месяце. Покупатели, которые оформляли предварительный заказ, смогут ознакомиться с игрой уже с 17 по 19 марта, а полный доступ к бета-тесту игроки получат с 24 по 26 марта. Об этом стало известно во время интервью с игровым режиссером Джо Шелли. По словам Шелли, бета-версия предлагает широкий взгляд на игру, поскольку и пролог, и первый акт происходят в регионе разломанных вершин. Игроки смогут повысить уровень до 25, и все основные и побочные квесты в этой области будут доступны. Главный персонаж в ролике не является одним из классических персонажей игры, так как это пользовательский персонаж, созданный в игровом редакторе перед началом прохождения. Пользовательские персонажи будут участвовать в катсценах Diablo 4, причем множество катсцен будет доступно уже в бета-версии, а также много другого контента на более чем 30 часов кампании и побочных квестов игры. В Амнезии, это бункер, ставший своеобразным шагом в развитии серии, вы сможете взять в руки револьвер и вступить в бой с преследующей вас угрозой. Этот шаг может показаться некоторым спорным, поскольку Амнезия традиционно была игрой без оружия. Креативный директор Frictional Фредрик Олсон рассказал о новом направлении Амнезия и о том, как Frictional сохраняет верность корням серии. Амнезия славится тактильной природой своего геймплея и уровнем интерактивности игрока с миром и предметами в нем. Бой в Амнезии The Bunker не будет простым процессом прицеливания и стрельбы, ему было уделено гораздо больше внимания. У нас много анимаций, речь идет о том, чтобы сделать игру достаточно сложной, чтобы она создавала напряжение и была реалистичной, но не вызывала разочарования. У нас есть анимации, например, когда вы держите фонарик в левой руке, ваш прицел менее точен. Но если вы убираете фонарик и держите пистолет двумя руками, вы становитесь более уверенным, говорит разработчик игры. Количество патронов вам также придется узнавать самостоятельно, без конкретных элементов интерфейса. Вы не можете увидеть, сколько пуль вы зарядили в пистолет, даже в инвентаре. Поэтому единственный способ узнать это – достать пистолет, заглянуть в цилиндр и посмотреть, сколько патронов осталось в пистолете. Это занимает секунду или две, а если монстр находится рядом с вами, вы не помните, остался ли у вас последний патрон? Захотите проверить? Так что тех, кто беспокоится о том, что Амнезия отойдет от корней серии, слова Олсона должны успокоить. По словам Кристофера Дринга из Games Industry, цифровые продажи игры в Европе были на 56% больше, чем продажи Elden Ring. Кроме того, Hogwarts Legacy, за исключением Call of Duty и FIFA, является крупнейшим запуском игры после Red Dead Redemption 2 в 2018 году. Дринг попробовал более наглядно описать успех игры, сообщив, что Hogwarts Legacy уже удалось обогнать самую продаваемую игру Metroid всего за одну неделю. На сегодняшний день, Metroid Dread является самой продаваемой игрой в серии. По состоянию на 31 марта 2022 года, было продано более 2,9 миллиона копий игры. Впечатляющие данные для Hogwarts Legacy. Тем более, если учесть, что в настоящее время игра доступна только на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Будет интересно посмотреть, как игра будет продаваться на PlayStation 4 и Xbox One, а также на Switch, как только она появится на этих платформах. А еще, Avalanche Software сообщил, что в настоящее время студия не планирует выпускать дополнительный контент для Hogwarts Legacy. Директор игры, Alan Tew, объяснил, что команда была настолько занята подготовкой проекта к запуску на прошлой неделе, что пока не планирует выпускать никаких дополнений. Конечно, это не означает, что Avalanche Software не будет поддерживать игру после запуска, поскольку она уже выпустила патч для игры, включающий несколько улучшений производительности и другие обновления. Hogwarts Legacy также уже получила некоторые дополнительные задания, благодаря эксклюзивному для PlayStation Quest, проходящему в Хоксмеде. Поклонникам остается только ждать, объявит ли Avalanche Software о каких-либо дополнительных заданиях. И еще одна небольшая, но очень приятная новость по Hogwarts Legacy. Неделю назад студия Games Voice открыла сбор средств на озвучку игры, которая получила перевод на русский только в виде субтитров интерфейса, да и то с ошибками. Студия решила это исправить, но на это нужна весьма приличная сумма денег, так как объем работы предстоит действительно большой. И вот, на сегодняшний день до обозначенной суммы осталось набрать всего 50 тысяч рублей. Напомню, из одного миллиона девятиста тысяч. И представители студии сердечно поблагодарили всех поддержавших проект и сообщили о начале полноценной работы. Студия уже провела первый тест обратной запаковки звука в Hogwarts Legacy и сейчас занимается изучением таймингов или псинка. А ссылочку на поддержку проекта вы найдете в описании. И еще пара приятных новостей об озвучке, но уже и стана механик свой СОБР. Студия неофициальных, но профессиональных локализаций сообщила, что нужная сумма на озвучку GTA Vice City была собрана. Один очень ярый поклонник творчества Rockstar единым платежом оплатил всю оставшуюся сумму. Точно этого выхода у проекта нет, но работа уже идет какое-то время, так что, вероятно, долго ждать не придется. Также студия сообщила, что закрывает сбор средств на русскую озвучку хоррора от третьего лица до Калиста Протокол. Нужная сумма собрана. По словам создателей, релиз озвучки ожидается летом 2023 года. А еще талантливые ребята из Mechanics Voice Over выпустили русскую озвучку и грамотный текстовый перевод для Hunted the Demons Forge. Всем любителям Dark Fantasy привет! Наконец настал тот час, и Hunted the Demons Forge получила и грамотный текстовый перевод, и русскую озвучку. Ведь побеждать мерзких тварей намного проще, когда сосредоточен на бой или стрельбе, а не на субтитрах. Ссылочку на ребят я также укажу в описании, чтобы вы могли следить за их творчеством и, в случае чего, помочь финансово. А вот Михаил Мартиянов, который официально озвучивал Кала Кестиса в Star Wars Jedi Fallen Oda, дал интервью YouTube-каналу Кеноби Одобряет, в котором они поговорили об озвучке Павшего Ордена, а также о других интересных вещах. Но самое главное, Михаил ответил на вопрос, будет ли русская озвучка новой игры. Сейчас, в феврале 23-го года, есть большая вероятность того, что вторая часть будет переведена и озвучена на русский. Именно «Джедай. Выживший». Сейчас идут переговоры о том, что какая-то студия звукозаписи возьмется за русское озвучание этого проекта. Я пока не буду, я уже проболтался немножко. Я пока не буду говорить сроки, говорить участников, но все движется к тому, что мы сделаем русский дубляж второй части. Ждем, работаем, надеемся увидеть скоро. Ну и любим «Звездные войны» по-прежнему, как мы любили их всегда. Всем пока, с вами был Михаил Мартиянов, русский голос Калакэстиса из игры «Звездные войны. Павший орден». Звучит интригующе. Компания GSC Game World сообщила на своей странице в Твиттере о повышении цены на Ultimate Edition S.T.A.L.K.E.R. 2. Начиная со следующей недели, 21 февраля, все предварительные заказы на специальные издания подорожают с 340 долларов до 380, или эквивалента в местной валюте по всему миру. GSC Game World написала, что повышение цен связано с необходимостью поддержания качества издания на желаемом уровне в эти непростые времена. Если вы не знакомы с Ultimate Edition, то это самый дорогой вариант игры, даже до повышения цены. В комплект входит игра, стилбук, пакет наклеек, письмо от разработчика, фигурка Сталкера, артбук, карта зоны, нашивки фракций, военный жетон и рюкзак. Мда, губа не дура. Художник-постановщик Рэдфол Бен Хорн посетил IGN FanFest и продемонстрировал несколько новых геймплейных кадров, а также поделился некоторыми дополнительными подробностями о предстоящем вампирском шутере с открытым миром от Arkane. Учитывая, что это игра, где игроки могут выбрать одного из четырех играбельных персонажей для борьбы с нежитью, неудивительно, что ее часто сравнивают с Left 4 Dead. Но Arkane ранее заявляла, что игра больше похожа на Far Cry из-за своего открытого мира, а Хорн более подробно остановился на том, что отличает ее от других игр. «Left 4 Dead — потрясающая игра, но мы хотели сделать что-то другое», — сказал он. «Мы хотели сделать что-то, что, как нам кажется, будет иметь ДНК Arkane, который мы создали в таких играх прошлого, как Dishonored, Dishonored 2, Prey и совсем недавно Dazzleup. Все эти игры можно представить как диаграмму Венна, где они пересекаются в действительно ключевых областях или критических областях, в которых нам нравится рассказывать истории в играх. И нам нравится делать игры с богатым последовательным сюжетом, системами, которые игроки могут использовать и применять в своих интересах, возможно, неожиданными способами. Для Dishonored мы немного ушли в стелс, а для Prey мы действительно сосредоточились на физике. Для Redfall мы хотели бы сосредоточиться на построении мира, мы хотели сосредоточиться на повествовательной истории. Вот на чем мы сконцентрировали внимание». Souls-like ролевой экшен Lies of P выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК через Steam в августе. Объявили издатель Neowise и разработчик Round 8 Studio. Она также будет доступна через Xbox Game Pass. Вдохновленная знакомая история Пиноккио, Lies of P, это Souls-like action, действие которого происходит в жестоком мрачном мире Belle Epoque. Все человечество потеряно в некогда прекрасном городе, который теперь превратился в ад, наполненный криками. Выход Atomic Heart запланирован на 21 февраля, но это не помешало как минимум одному стримеру нарушить эмбарго и транслировать геймплей Atomic Heart в прямом эфире на Twitch. Стример вышел в эфир, чтобы начать играть в антиутопический научно-фантастический шутер от первого лица. Он продемонстрировал сюжетную линию геймплей игры в прямом эфире, который можно было посмотреть задолго до даты выхода на следующей неделе. Эту новость поклонники серии Civilization ждали несколько лет. Firaxis Games подтвердила работу над сиквелом. К сожалению, мы получили лишь краткое сообщение в Твиттере, без каких-либо подробностей. Однако это лишь часть информации, предоставленной командой. Поскольку Firaxis Games подтвердила, что Стив Мартин решил покинуть студию. Разработчик проработал в команде 27 лет. И 17 лет возглавлял команду, ответственную за Сидмейерс Цивилизейшн. За свою карьеру он отвечал за выпуск более 32 игр. Он был режиссером серии XCOM, а также отвечал за Marvel's Midnight Suns. Надо признать, что анонс новой Сидмейерс Цивилизейшн выглядит довольно странно одновременно с уходом босса студии. В заявлении, разосланном редактором, 2K сообщила, что новым главой студии стала Хизер Хейзен, и таким образом в Firaxis Games начинается новая эра. В качестве главы студии Хейзен будет руководить командами разработчиков Firaxis Games и возглавит её миссию по созданию лучших стратегических игр на планете. Имея 22-летний опыт работы в сфере игр и развлечений, Хейзен присоединилась к Firaxis Games в 2020 году в качестве операционного директора студии. У Skull & Bones часто откладываемой и высмеиваемой игры Ubisoft, у которой до сих пор нет даты выпуска, не всё гладко. Справедливо сказать, что то немногое, что мы видели в игре до сих пор, не произвело большого впечатления. Но финансовый директор Фредерик Дюге считает, что это изменится, как только мы все увидим улучшенную версию игры, которая пока остаётся за закрытыми дверями. Информация появилась во время части вопросов и ответов ежеквартального финансового отчёта Ubisoft, когда инвестиционный аналитик спросил о прогнозируемых продажах, необходимых для того, чтобы игра приносила прибыль после такого длительного периода разработки. В январе мы сказали, что очень довольны игровым тестом, который мы видели в начале января. Поэтому у нас есть очень сильная и улучшенная версия, которую мы можем показать игрокам, которую они ещё не видели, сказал Дюге. Так что это действительно то, что мы собираемся использовать в следующем месяце, чтобы придать игре больше импульса. Фантастика опубликовала шестиминутное видео, в котором рассказывается об улучшениях в своей ММО на выживание в открытом мире The Day Before, с тех пор, как она начала разрабатываться 4 года назад. Видео демонстрирует игру на разных этапах разработки, включая первоначальную сборку, в которой была зимняя локация и визуальные эффекты в мультяшном стиле, прежде чем команда отошла от этого. Дана Солтангазинова, член команды Fantastic Communications, говорит в видео, что студия обновила графику игры в 2020 году, переделав анимацию, звук и световое оформление с нуля, чтобы сделать её более приземлённой и реалистичной. Далее Солтангазинова говорит, что анонсирующий трейлер стал решающим моментом для студии, поскольку он заставил их осознать, что The Day Before была не только игрой их мечты, но и игрой мечты многих других. До недавнего времени администрацию Reddit всё устраивало, но на фоне активной разработки кряка для Hogwarts Legacy было принято решение запретить самую известную хакершу. Основной аккаунт EMPRESS оказался заблокирован. Комментарий EMPRESS в её Телеграм-канале. Мой основной аккаунт был заблокирован на Reddit. Похоже, администрации блокируют аккаунты ради забавы. На данный момент я вернулась к своей старой учётной записи и создала новую, но это не значит, что их скоро не постигнет та же участь. В таком случае, возможно, мне давно пора найти новое место или просто сосредоточиться на Телеграме, игнорировать всех этих отвратительных трусов. Моё решение придёт немного позже, а пока мы посмотрим, что собирается делать Reddit. Разработчики обновлённой версии Resident Evil 4 на базе движкара Engine продолжают охотно делиться свежими подробностями игры. В рамках достаточно большой сесси ответов на вопросы для Game Informers представители Capcom раскрыли несколько ранее неозвученных деталей ремейка. Команда авторов прекрасно осознаёт большую любовь поклонников серии Resident Evil Кади Вонг, поэтому героиня получит больше экранного времени в новой игре. На самом деле, разработчики хотят расширить роль многих персонажей в ремейке Resident Evil 4. Так, вместе с Адой в игре будет больше уделено внимание Краузеру и пилоту вертолёта Майку. Кроме этого, разработчики ремейка сообщили следующие детали игры. Деревня будет больше, чем в оригинале. В игре почти нет QTE. За убийство змей вы получаете змеиное мясо, а не куриные яйца. Человека-крюка из ранних концептов не будет в ремейке. Вместо него заявлены мини-боссы Городор и Регенератор. В ремейке будет новая игра плюс. Лас-Плагас по-прежнему появляется только из шеи врагов. Эшли не раздражает в игре и является её забавным дополнением. В игре не будет режима от первого лица, но зато будет продвинутый фоторежим. Дизайн уровней острова сильно отличается от оригинала, но с точки зрения размера он может оказаться примерно таким же, как и в оригинале. Разработчики добавили схему управления из оригинальной игры 2005 года с небольшими улучшениями. Пройти игру с одним ножом всё ещё можно будет, за исключением некоторых моментов в игре. Разработчики подтвердили, что герцог из Resident Evil Village и торговец из Resident Evil 4 знают друг друга. Старший директор по дизайну Джейсон Де Херес рассказал IGN, что на этот раз у Кэлла будет гораздо больше возможностей, чтобы отразить, как он вырос за пять лет, прошедших с момента выхода последней игры. Это означает, что три из пяти стоек будут открыты с самого начала. Обычно с двусторонним мечом и по мечу в каждой руке. Директор игры Стикасмусен сказал, что так планировалось и Форенода, но у команды не хватило времени, чтобы реализовать все три. Де Херес сказал, что студия хотела сделать двойные мечи более техничными, чтобы дать им собственное место в игре. В этой стойке игроки атакуют быстрее и имеют доступ к большему количеству компа, но при этом получают больше урона. Это также единственная стойка, которая позволяет игрокам уклоняться или отменять защиту во время начальной анимации атаки, чего нет при использовании других видов оружия. Де Херес также сказал, что эта стойка позволяет игрокам преодолевать грань между безрассудством и агрессией. Стандартная стойка с одним мечом является универсальной, поскольку обладает средней дальностью и силой. Стойка с двумя мечами предназначена для борьбы с толпой, но она немного медленнее. Последние две стойки, световой меч с гардой, а также световой меч в паре с бластером, были описаны не так подробно, но респаун все же дала общее представление о них. В первом случае используется световой меч с гардой, похожий на тот, которым пользуются Кайло Рен в фильмах, а во втором Кайло родует бластером наряду с клинком. Световой меч с гардой самый медленный и имеет наименьший радиус действия, но наносит наибольший урон. Де Херес сказал, что этот тип оружия будет проверять, насколько хорошо игроки распределяют свои атаки, потому что они не могут волшебным образом скользить к врагу, если он находится вне зоны досягаемости, когда он нажимает кнопку атаки. Асмусен же сказал, что стойка с бластером появилась из-за желания дать Кэлу больше дальнобойных атак. Несмотря на отсутствие явных подробностей, похоже, что игроки используют меч для пополнения боезапаса, что означает, что им периодически придется входить в ближний бой, чтобы стрелять на расстоянии. Однако Де Херес повторил, что это не шутер, и Сурвайва остается игрой, ориентированной на ближний бой. Каждая стойка также имеет свое собственное древо навыков полное улучшений, которое дополняет древо навыков силы и более общее. Хотя игрокам разрешено одновременно использовать только две стойки, и менять их можно за очки медитации. Ну и под финал наша традиционная рубрика «Цирк с конями». Сегодня для любителей внушительных дам. По мере приближения релизатор Миккарт в центре внимания оказалась пара знойных персонажей. Близняшки, два продвинутых роботопомощника товарища Сеченова, наделали немало шума в соцсетях. Благодаря своему внушительному физическому присутствию и уникальной внешности, они вызвали сравнение с Леди Димитреску из Resident Evil Village. Один из аспектов, который особенно привлек внимание фанатов, как следует из сообщения на Reddit, это впечатляющий рост персонажей. По подсчетам, высота металлических близняшек составляет 268 сантиметров. Чтобы представить размер в перспективе, было подсчитано, что средний рост персонажа игры Дмитрия Сеченова составляет около 175 сантиметров, что равно 954 пикселям на игровом полотне. В отличие от них, металлические близняшки имеют размер 1461 пиксель, то есть они в полтора раза выше Дмитрия или обычного человека. В общем, Леди Димитреску, подвиньтесь. А на этом у нас все. И теперь самое время переместиться в комментарии и поделиться вашим мнением об услышанных новостях. Конечно же, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и со всей силы бить в колокол. Оставайтесь с нами, дальше будет только интересней. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!